У школьников всего несколько минут на то, чтобы разминировать территорию. Это испытание называется разведка. Его проходят команды летчиков, связистов, артиллеристов и моряков. Так в Качканарском поселке Валерьяновск стартовала традиционная игра «Зорница». Участвует в ней практически вся школа. Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой классы. Они идут по этапам. У них у каждого дорожная карта. Все задания связаны с военной тематикой. Школьники проходят курс молодого бойца и пытаются разгадать зашифрованное послание. После тренируют память. Название городов-героев вспоминать сложнее всего. В числе Волгограда, Москвы и Севастополя дети называют и Берлин. Педагоги исправляют ошибки. Главный акцент организаторы «Зорницы» делают на историческую точность. Мероприятие воспитывающее у подрастающего поколения память, воспитывающее любовь к нашим традициям, к нашим дедам. Тем временем команда финиширует у мемориала «Павшим воинам». Первыми приходят семиклассники. Но они заработали штрафные баллы, поэтому уступают соперникам. Кубок победителей вручают шестому классу. Ну вот так вот, как бы на позитиве мы закончили эту нашу игру, наше мероприятие. Дети все довольны, все здоровы, как говорится. Потери не было бойца, никто никого не потерял. Все живы, здоровы, самое главное. Главная награда «Зорницы» каждый год переходит от одного победителя к другому. В следующий раз за нее будет сложнее бороться. Организаторы хотят усложнить задачу участникам. Включить в испытания стрельбу, сборку и разборку автомата, а также помощь раненому.